Финальные поединки также достаточно на высоком мастерском уровне проводил. У тебя является кандидатом мастера спорта. Ну да, чтобы выйти даже за третье место на чемпионате России, это уже довольно-таки почетно. И теперь финальный поединок. Значит, в красной куртке. Ибрагимов-Магомед. Магомед Ибрагимов и в синий Нурмагомедов-Хабиб. Магомед Ибрагимов, представитель Чеченской Республики, команды Чеченской Республики, мастер спорта. А Хабиб Нурмагомедов также мастер спорта, представляющий сборную команду Республики Дагестан. Весовая категория до 68 килограммов. Финальный поединок. Вот сильный какой удар. Даже звук был слышен. Лоу-кик удар подъемом. В голень подколенный изгиб нанес представитель Чеченской Республики. Но стоял Нурмагомедов-Хабиб. Спортсмен молодой, но такой перспективный. Растущий. Да-да-да. Вот они сейчас обмениваются ударами, коленом, рукой. Сейчас ближний в таком захвате находится, обоюдным за пояс. Я думаю, скоро должно быть какое-то выведение из равновесия. Может быть, после удара. Или попытка выведения. Попытка броска, да. В принципе, захваты мощные. Осторожно ведут поединок. Вот судья возвратил обоих и дает замечание. За пассивное ведение поединка. Так посчитал судья на ковре Сергей Акинин. Правильно. Взяли такие захваты и чего же, движения нет. Надо было рисковать, что-то предпринимать, конечно. Хотя психологическое напряжение велико. Вот обмен ударами и, в общем-то, довольно-таки мощными. Вот опять обоюдный захват. Вот попытка провести переднюю подножку. Не получилось. Тут же наносятся удары. Вот это характерно для боевого самбо. Только что были в захвате и тут же наносятся удары руками, ногами. Вот этим боевое самбо отличается своей динамикой, своим наполненностью, движениями. Статики, в общем, не так много. Все время удары, все время какие-то движения. Да, техника разнообразна. Причем можно ожидать либо удар, либо броска, либо удара коленом, либо стопой, либо кулаком, либо открытой ладони. Да, вся техника разрешена, поэтому очень плотно можно вести поединок. И набор техники очень разнообразный. Ну а Хабиб Нурмагомедов является, я знаю, сыном тренера дагестанской команды. Главного тренера Абдул Манапа Нурмагомедова. Опытного тренера, который вот всегда привозит команду Дагестана на все крупные соревнования. Ну, секундировать как раз он не вышел. Он переживает, видимо, эмоции захватывает тренера. Наверняка издалека наблюдает за поединком, переживает, конечно. Но и то, что сын вышел в финал чемпионата России, это уже достижение высокое. Ну, напряжение опять-таки. Во-вторых, психологическое давление. Все же цена вот этому поединку, это право участвовать в составе сборной команды России в чемпионате мира. На чемпионат мира допускается один лучший представитель от каждой страны. Поэтому только чемпион России имеет право выступать в дальнейшем на чемпионате мира и защищать честь России. Ну, вот пошел такой обмен ударов руками. Попытался пройти в ноги. Да. Сумбурный обмен ударов. Время поединка. Ну, достаточно сложная ситуация. В данной ситуации победители должны будут, на мой взгляд, так, по-моему, равный счет, да? Или отсутствие какого-либо счета. Ну, вот видите, по мнению судьи, Магомед Ибрагимов, представитель сборной команды Чеченской Республики, становится чемпионом России. И, конечно, Хабибу Нурмагомедову обидно, но здесь, как говорится, надо было самому стараться набирать те самые зачетные очки, или хотя бы очко, которое привело бы его к чемпионскому титулу. И да, друзья,